Собачка не может изменить себя, рыба не может изменить себя. У них есть процесс эволюции, но он очень длительный. Они меняются в соответствии с природными условиями. Стало теплее, стало холоднее, и вид поменялся. В человеке же заложена такая возможность развития и изменения. И очень немногие люди этой возможности пользуются. Но мы к этим людям с вами в какой-то мере маленькой относимся, потому что мы пытаемся учиться, мыслить, думать, развиваться. Пусть в маленьком объеме, но этот объем все-таки есть. И вот почему я вам так долго рассказываю, потому что произошло чудо на самом деле. В прошлый раз мы поговорили о том, что мы хотим поговорить о теле и поделать упражнение на тему нашего тела. И тут же притянулся человек, тело которого развито, который занимается телом, тело которого совершено, тело которого настоящий храм силы, работе. Вы сейчас в этом убедитесь. Зараз я вам хочу представить своего коллега, журналіста Володимира Павличенко, который расскажет вам немного больше про нас, своего майбутнего артиста, героя, которому мы пресвятимы сегодняшнее занятие. Будьте. Друзья, друзья, сегодня у вас в гостях самый сильный человек Одесса. Николай Тулович Пасечник. Давайте попробуем. Званий очень много. Званий очень много. Я только некоторые перечислю. Он мастер спорта СССР по борьбе самому рукопашному бою. Мастер спорта Украины под сюдо. Он отличник физкультуры и спорта Советского Союза. Он лучший тренер Украины. Он лариат конкурса «Вечерняя Одесса. Люди. Дело». Лариат всеукраинского фестиваля Министерства внутренних дел. Человек, который прослужил в органах внутренних дел 30 лет. И 30 лет теперь тренирует детей. У него более 40 тысяч через него прошло учеников. На его чемпионской медали он побеждал на всех престижных соревнованиях. Сейчас вы видите более сотни медалей. А еще половину медали он передал в музей, в свое родное село на Кмельничине. Там открыли в честь него музей. И он передал туда свои кубки и передал медали. Вот мы сейчас встретим нашего гостя. Николая Радженовича Пасича. Обычно Пасичник приступает на больших праздниках, стадионах, где сотни людей, где микрофон, где его сопровождают дети, которых он обучает. Но сегодня у нас такой вариант, немножко, как говорится, упрощенный. Как говорится, видите, такой семейная наша встреча. Вот сейчас, Николай Анатольевич, вы можете полюбоваться медалями. В конце можете сфотографироваться после выступления с нашим героем. И сейчас он вам покажет, на что способен человеческий организм. Если действительно заниматься непосредственно спортом, если не лениться, если трудиться, как улучшить своих детей. Вот, Николай Анатольевич, ты хочешь что-то сказать нам? Я покажу и скажу, я уже отдал Оле Петровне слово, что я обязательно прийду к вам и мы с вами будем заниматься по четвергам. Делаем, найдем вам эти экзамы, медали, упражнения, так что готовьте. Через какао, что прийти не будете, коленом, а носом достанет колен, это вам завтра. Балки подкидаете в сторону и все будет хорошо. Я придумаю, какие вам движения такие сделать, чтобы были доступны каждому. Мы это делаем. Ну, плавить вы все умеете плавать? Да. Первое место по селонам. Да. У меня к вам большая просьба. Я заметила, что вы сидите и не хлопаете. Я понимаю, что жарко, но все-таки, пожалуйста, человек пришел к вам в такую жару поделиться с вами. Роличка. Давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А кто не хлопает, тот будет ходить по гвоздям. Я думаю, что мы... Будет делать приседания. Можно в гвоздях. Да, да. Вот это я делаю. И вы будете ходить. Захотите вы будете. Мы в прошлом году провели соревнования, где женщинам стало больше по 80 лет. Они плавали. Ну, на группе были разбиты. Сегодня плавали без кто-то времени, 100 метров. Да, но это тоже. Мы тоже будем. Кто-то. Да. Да. Но чем более рядом. Для включения. Кто мог, там и проседал, и отнимался. Но более молодые, да. Это было интересно. А на сегодняшний день я вот показался. Они уже справились. А когда мы снова будем заниматься, да? Ну, погода будет. Да, у нас в геронии. У нас в геронии. У нас в геронии. Преподавайте. Я написал заметку в Черноборске новинок. Еще пасечника нет в отпуске. Вот когда мы спустим детей на каникулы, он выходит на лонжеронке и организовывает людей третьего возраста и проводит с ними там такие небольшие соревнования. Это хозяин, хозяин. А он уже снимает медали. Медали на чекуточку. Брат, быстрее. У меня в то время я настроился. У меня надо что-то делать, у меня работа. Девочки ждут. О, это тут непочатый край. Молодцы. Поддержите героя. За фото гроши, Владимир. Не, не. Это директор. Я управляющий здесь площадки. Вы здесь, вы здесь мои любимые красавицы. Это благодарность, наоборот, этому человеку, что он нас пустил. Да, не. Это вам благодарность, что вы есть. Если вас... Александр, да? Да, да. Александр победитель. Нет, я перед такими женщинами побежден. Всякая женщина сильнее любого мужика. Безусловно. Разложит на локации в течение 40 минут. Я сейчас, пока готовится Николай Антонович. Обычно дети тут делают прыжки, кубырки, защиту от ножа, пистолета. Пока он готовится. Но в связи с тем, что дети сейчас на каникулах, я вам кратко расскажу его биографию. Родился в 46-м году, после войны. Он молодой. Вы видите. Конечно, молодой, а что, старый. Прошел после школы, он пошел работать трактористом, закончил там училище. А в 65-м году призвался в армию. И вот там началась его спортивная биография. Хотя он был сильный, так как его батько тоже богатыр, был разведчик. Он был сильный, но в армии, его коло полкового прапора заметил заслуженный тренер Украины Роберт Савелович Бабаянский. Это знаменитый человек, ассамбист. Заметил его и пригласил заниматься в свою секцию. И там Николай Антонович стал и педагогатом, и мастером. Это все оно настоящее, железное. Его так проверали. И журналисты так писать не будут, они шепотливые, они приводят, не трогают. Вот сейчас он на своей полотерской руке делает браслет, который сейчас вам покажет, а мы ему полоплотируем. А где за? А где за? А по праву вот разогнуть можно? Помогите, если надо. Высокнуть еще. Это вообще толстый. Это тоже. Оно выдерживает человека, выдерживает своих. Николай Антонович сейчас дает примерно 50 показательных искушений. А всего более 2000. А в 30 лет вот своих. Вот это какая буква девушки. Буква А. Люблю. Он любит людей, любит детей, любит людей разного возраста. И вот после армии Николая Антоновича, учитывая его мастерство, пригласили в органы внутренних дел. Он послужил более 30 лет. И когда погибло за милиционера, когда преступники знали приемы самков, а у милиционеров заклеили пистолет. Вы, наверное, знаете, кто кравцовый прыгон и прыгун, которые в улице названы на коренцах сюда. Понимаете? Тогда пасечника вспомнили, что есть такой пасечник. И пригласили в учебный центр подготовки правоохранителей. Он там прослужил вот этот 20 лет, обучая этих всех молодых, чтобы они могли защитить и вас, и себя. Но перед этим Николай Антонович был и участковым милиционером, был и просто милиционером, ходил по Приморскому бульвару, по Пушкинскому, где он тоже боролся с бандитами. Был такой описок, когда... Это гвозди китайские и наши советские. Ну, китайские спорти, но все равно. Китайские оказались крепче намного даже наших советских. Николай Антонович был строгим к этим нарушителям порядка. Они однажды решили его проучить. В общем, Пушкини сообщили, по-стовому говорят, что там на склонах труп лежит. Это гвозди. Настоящие, непаленые. Когда он пришел к этому трупу, поднялось еще 6 человек, и на него напали, хотели побить. Но закончилось тем, что этих 7 человек связал часть ремнем, а часть это самый привел в райотел, вот там на греческую, это самый, уже пушатый день. Привел вот этих. Вот это, сейчас он показывает, я говорю, с самого начала, свой коронный номер. Это завязывание в узел 200-миллиметровых гвоздей. Значит, это упражнение уже действительно у Пасенчика знаменитое, потому что он эти гвозди потом дарит. Были на выступлениях и депутаты, и такие гвозди есть и у президента, и у премьер-министра, и у многих наших руководителей, генералов, которые тоже учились в Пасенчиках. Видите, сегодня, конечно, температура не совсем способствует, но Антонович пока еще имеет силы, имеет желание, вот примерно вот так, видите, в углу. И он сейчас хочет подарить вашему руководителю вот этот свой сувенир. И сразу же подписанная Ольга и вашему коллективу опишет выступлениями. За то, что она с вами трудится, вы помогаете. Если вы будете работать, я тоже вам дам за второе, первое, третье место. Так что у вас есть возможность, что у вас еще будет больше, чем у меня. Только третий центр. Следующий, смотрите, это бутылка. Ну, вследствие, она годится. Выступление продолжается. Детям, которые тренируются бороться, руки должны быть сильнее, спина, ноги. То можно вот так взять, вот примерно вот так. Видите, как утилизировать бутылку. И мусором есть. Девочки, потренироваться дома. Это вам домашнее задание. Да, домашнее задание. Домашнее задание. Вот примерно вот так вот. Видите, и меньше места занимать. Меньше места занимать. Николай Анатольевич, он сильный от природы. Он говорит, что силу ему дал Господь Бог, когда его спрашивали. Понимаете? Но, преследуя преступников, он попал в две автомобильные аварии. Вот две, а то я сердечком делаю. Сейчас тяжело уже делать. Да. Вот такое везде тоже. А может? А сегодня? Еще будет сердечко, еще будет. Хорошо будет. Это китайские такие, двойцы китайские. Мы с вами сфотографируемся обязательно. Да, да, да. Не волнуйтесь. И вы, когда будете управлять машиной, полицейскому покажите, он у нас пропустит. Это только вам. Так вот я говорю, что Николай Анатольевич попал в две автомобильные аварии. Он повредил себе позвоночник и правую ключи. Это карты, смотрите. Настоящая колода, карты, все это положено. Сейчас порвет. Все, все, все. Ну, конечно. Показывает, что не надо играть в карту. Это завтра игра. И вот тогда всю колоду, вот одним ремком настроиться надо. Настроиться, концентрируйтесь. Запросто, правда? Вы запросто, конечно. А мы нет. Вы одну награду. Здравствуйте. Ну и конечно. Как вам будете играть? Нет, мы говорим вам возместить как. Да, не надо. У меня я вам купил. Правда, они сейчас дорогие, все, здорово. Здорово? И гвозди дорогие, и карты дорогие. Вот. Так. И карты дорогие стали. Так, ты готовься, я буду продолжать. Значит, после этих травм врачи сказали, что спортом он не будет заниматься. Понимаете, все, спорт для тебя закрыт. Но пасечник, потому и пасечник, что он такие изобрел упражнения, что он восстановил себя, восстановил те травмы. И видите, уже 30 лет после этих травм. Он вот показывает, на что способен человеческий гранит. Уже 40 лет. Он меня комментирует 20 лет, а 40 лет. 40 лет назад, да. Видите, вот это было. Так, уже посчитали 2000 выступлений. Да. Я уже сказал про 20. А сейчас видите сваренные три листа. Ну и народа я перекусил. Больше 40 тысяч. И сужил. Так что надо верить, не смотря ни на какие травмы, надо верить в силу человеческого организма. Вот, опять же, вы видите, та же самая буква, уже с трех... Десяток лет назад был съезд полицейских всего мира в Голландии. Тогда пригласили пасечника. Он там тоже показал, это гнул, это все показывал. И все полицейские улыбались и аплодировали ему. То есть, сегодня можно сказать, что у него есть не только слава в Украине, но и во всем мире, как говорится, знают его. Но я еще хочу сказать, что, понимаете, вот сейчас он как тренер, его очень любят дети. Он строгий тренер, но справедливый. И получается, у других нет тренеров людей, а все идут до пасечника. Вот это один из послуженных видов, настоящий огонь, кто сомневается, потрогайте, он обжигает свое болотерское тело. Ну, вы скажете, бывает, что загорается, да, бывает, загорается. Бывает, что и пахнет смадиным. Ну, ничего. Значит, что значит, когда человек настроит психологически, вот, опять, хотите, дома повторите, то, что, ага, не надо, спокойно. Показательных выступлений более 30. Но сегодня, конечно, уже часть таких показательных выступлений он уже не делает. Например, Мост Самсона. Это когда голова на табуретке лежит и ступни ног. А сюда еще где-то 3 человека ложится. Конечно, сегодня он не может это уже делать, но делают его ученики. Мне нравятся его ученики, которые тоже уже имеют массу медалей. И мы будем делать тоже, да? Будете, будете. А мы хотим. Две табуретки будем лежать. Оленька, две табуретки приготовьте, будем лежать. Будете, да. Все будет. Я делаю, только я не хочу его делать, потому что там получается...